Начнем, пожалуй, с таких более глобальных вещей. Вашингтон-Пост сенсацию выдает на гора. В общем, тяни толка и вот это перетягивание канатов. Сейчас 10 стран по состоянию на вчера согласны, чтобы Украина била вглубь России западным оружием. Остальные, собственно, кто-то категорически против, кто-то не да, не нет. Америка вроде бы как в стороне. Но Вашингтон-Пост сообщает, что такая какая-то интересная форма ПВО может сбивать ракеты над территорией Российской Федерации. То есть, в принципе, использовать вот это вооружение можно. И чтобы эти ракеты падали и взрывались над Россией, не долетая и не залетая в украинское воздушное пространство. Мы видим, что вот шаг за шагом эта лестница эскалации все там со ступенькой на ступеньку выше, да, вот с каждым периодом. Вместе с этим Телеграф вообще поражает как бы такими формулировками. В общем, Зеленский знает, что все кончено, потом переписали два раза, в общем, без западной помощи. В общем, все понимают, что без западной помощи Украине осталось несколько месяцев. Собственно, вот тогда вот эти решения по западному вооружению – это признак агонии, получается? Ну вот как это трактовать? Давайте первым, я в нескольких вещах не соглашусь. Что касается эскалации и усиления эскалации, что этой фразой очень часто оперируют политики и очень часто оперируют европейские и российские политики. Но суть ее мало кто понимает. Что такое усиление эскалации? То есть какой, что такое в войне, вот ключевой вопрос является усиление эскалации. Война буквально на дворе в прямом смысле. Что может быть дальше? Нас очень часто пугали ядерным ударом, но в принципе эта история на данный момент так или иначе решена, потому что позиция Китая по отношению к этому не поменялась, а влияние Китая достаточно сильное. И видите, даже наши удары по этим радиолокационным станциям, которые являются частью ядерной архитектуры Российской Федерации, не привели к тому, чтобы по нам ударила вдруг какая-то ядерная бомба. Все-таки есть границы, которые Россия не переходит. Не переходит не из-за того, что она там настолько смышленная или что-либо еще такое интересное. Интересно. Хотя объяснить для внутреннего потребителя удар по Украине Россия бы смогла, потому что одна страна в мире уже есть, которая использовала ядерное оружие, вторая страна бы использовала примерно тот же аргументарий, примерно тот же прецедент, для того чтобы, условно говоря, не допускать десятков тысяч гибелей российских солдат на фронте. Примерно так же мотивировали американцы, когда сбрасывали бомбу сначала на Хиросик, потом на Магасаки с объяснением того, что каждый остров, который необходимо штурмовать в Японии, стоит у американской экономики больших денег, ну и, конечно же, тысячи жизней американских солдат, молодых парней, которые должны погибать на чужих островах. Поэтому использовать этот прецедент можно, но сейчас, как мы понимаем, Россия ядерное оружие не использует, и пока что эта тема больше является поиграть мускулами, но не переходит в плоскость правовую, не правовую, при применении, потому что еще есть позиция Китая и ряд других стран. Сложно будет держать глобальный юг, как сейчас можно говорить, когда ты бьешь ракетой по мирным жителям. Сложно будет объяснять фотографии погибших мирных жителей от ядерного удара. Так же, как сложно Израилю сейчас комментировать нападение на лагеря беженцев и все остальное. То есть это первая история, касающаяся самого страшного на данный момент. Что еще может быть больше эскалации? Что такое эскалации? На данный момент со всеми, с которыми я разговариваю, с Европарламентом и чиновниками, еврокомиссарами, и никто не может до конца мне объяснить, что такое. Это что-то будет хуже, так говоря. К тому я бы хотел такой короткий спич по этому поводу сказать. Давайте осторожно относиться к этой фразе, потому что она практически не несет какого-то содержательного акцента. Это пугалка для нас всех. Вот будет хуже. А как хуже? А что хуже? А что такое эскалация? Это как мобилизацию пройдут, еще что-то. Ну, так проведут еще над вооружением и тому подобное. Это первая составляющая. Вторая, что касается агонии, здесь тоже с вами не соглашусь, потому что это не агония сейчас, а смена стратегического вектора. На данный момент, 2024 год, мы понимаем, что на поле боя ни одна из стран достичь глобального успеха на данный момент не может. Мы вернемся к статье главкома Залужного, который за иконами, если не ошибаюсь, год назад написал о том, что технологический прогресс находится на том уровне, что ни одна из сторон не может достичь большого прорыва и очень напоминает войну Первую мировую. Когда стороны где-то чуть-чуть подвинулись, где-то чуть отошли, ну, вот такие окопные бои. Это вошло в историю как окопная война. Фактически на данном уровне технологического развития каждая из сторон не может достичь глобального прорыва фронта, глобальной победы и флага каким-то другим городом, например, над столицей. Соответственно, мы допускаем сейчас, что если невозможно достичь ни политических, ни военных результатов на поле боя, хотя, я уверен, ваши комментаторы будут со мной спорить, рассказывать о том, что российская армия мощна, большая и не может достичь, я в конце скажу об этом реплику, то все-таки меняется стратегия. Меняется стратегия на то, что если на поле боя сделать это невозможно, значит, необходимо как-то по-другому принуждать сторону агрессора к каким-то стратегиям. Каким стратегиям? Можно об этом много говорить, потому что я не вижу ни одной из сторон, которая заинтересована в мире сейчас, кроме обычного европейского гражданина, который хочет жить по-прежнему, чтобы россияне покупали итальянское или французское вино. Соответственно, удары по российской территории, они будут, с одной стороны, нести стратегическую, тактическую историю для Украины, потому что будут уничтожаться какие-то военные объекты на территории России, но я был бы совсем уж глупым человеком, если бы сказал, что это только для Украины все делается. Потому что попадение по России, таурусами или другой военной техникой, какой-нибудь там ракетами, по каким-то нефтезаводам, нефтехранилищам, по каким-то другим объектам, которые связаны с энергетикой, которые являются целью и мишенью, это же все-таки международная политика, это не только стратегическая история для Украины нанести максимально на вред России. И вот тут заинтересованы многие страны, в первую часть Соединенных Штатов Америки, потому что, я напомню последние новости, вот так ссылаясь на тот же Wall Street Journal, New York Times и все остальные, мы видим, как Китай и Индия увеличивают количество, ну и ряд других стран поменьше, увеличивают количество покупки российской нефти. Если вдруг из авианосца Украина, то есть территории Украины, можно будет обстреливать практически все энергообъекты на территории России, то, наверное, этот краник можно прикрутить. То есть можно каким-то образом начать влиять на мировой рынок энергоресурсов. И то, в чем, собственно, заинтересованы США и, в принципе, ряд других глобальных игроков, глобальных корпораций, которые хотели бы иметь точку влияния. И, соответственно, точка переговоров, потому что если вы продаете нефть Китаю, которые готовятся к штурму Тайваня, тогда отлично, можно тогда бить с Украины по территории России, понятно, зачем. Если вы торгуете с Индией, которую пытаются склонить в сторону сотрудничества с Западом, а не с близкой дружбой с Китаем и с Россией, тогда понятно, зачем обстреливать с территорией Украины, объекты нефти, структур, ну и прочее, которые очень важны связаны с энергоресурсами и с экономикой, которая работает на экспорт. Потому решение по поводу обстрела с территорией Украины по территории России, я буквально уверен, будет принято в ближайший месяц, еще немножко поторгуются, еще немножко по поводу это пообсуждают, но примут окончательно. Для Украины это важно, потому что мы бьем по объектам на территории России и тем самым переносим войну с территории Украины отчасти на территорию России. Не можем бы зайти туда солдатом, мы заходим туда техникой, это важно. Для Украины это и эффективность, и результаты. С другой стороны, это заинтересованность глобального Запада по поводу того, чтобы влиять на мировой энергетический рынок, потому что за каждой войной всегда стоят деньги. И я обещал сказать по поводу репли тем, что очень часто комментаторы, особенно из России, говорят, что российская армия крепка и сильна. Напомню этот анекдот, который прочитал Владимир Зеленский, о том, что НАТО еще не подъехала, российская армия потеряла столько военных, а НАТО еще не подъехала. Поэтому это та же самая история о том, что российская армия столь сильна, столь крепка, как они говорят. Но вот уже пошел третий год войны, а российская армия столь крепка, столь сильна, ведет бои за маленькие села. Причем за эти каждое село ведет бои по месяцам. Потому о том, чтобы изменилось что-то на линии фронта глобально, даже если там много будет тронов, много всего, к сожалению, ни наша сторона, и к счастью, ни российская сторона ничего не может изменить уже на поле боя прямо сейчас, на тот момент, когда мы с вами говорим. Такое мое кроткое интро. Да, ну, момент меняется, и давайте так, когда у Меров говорит 300 тысяч, где-то есть еще солдат, которые куда-то могут пойти на каком-то новом направлении, ну, как-то тут удивляешься, конечно, вот этим раскладом. И смотрите, тут ни в коем случае нет какого-то восхищения или там предвосхищения каких-то больших наступлений. А есть, ну, такая работа по истощению Украины. Ровно поэтому я и упомянул вот эти метания телеграфа, что Зеленский понимает, что через несколько месяцев все кончено, а вот Запад, а вот помощь, и как-то это все вот упаковывается и подается. Помощь, смотрите, помощь идет, и давайте назовем это глобальный Запад, готовиться к долгоидущей, долгоиграющей войне. Если мы смотрим со стороны Украины, то для нас очень важно, что Арьков – это Украина, для нас каждое село очень важно. Это действительно так. Но если вы посмотрите и будете смотреть на все происходящее, допустим, с Брюсселя или с Вашингтона, то, в принципе, если какое-то село вдруг находится не в том там оккупированном, как бы глобально не имеет никакого значения. Я всегда своим студентам привожу пример, когда многие говорят, а что же так? Ну, что же так? Почему нас так слабо поддерживают? Почему же так помогают? Говорю, а вы сильно переживали, когда Грузию отхватили часть территории? Ну, вот сильно ли вы переживали? Ну, нет. Хотя, говорю, там был наш президент, тогда Ющенко ездил и стоял на центральной площади Тбилиси. Говорю, вот так же и мир. Для мира война, да. Единственное, что беспокоит, то, что действительно много украинцев рядом, и это как бы звучит. Ну, сейчас последняя история с Палестиной, как бы не только украинцев много рядом. До этого было много сирийцев. Это история вечная. Так вот, возвращаясь к центральной истории, потому что глобальный Запад, я говорю сейчас о Европейском Союзе, я говорю сейчас о Вашингтоне, по всем внешним признакам, не по размышлениям, но всем внешним признакам готовится к долгоигрующей войне. Новость, которую мне довелось увидеть сегодня, это то, что в Соединенных Штатах Америки строится завод, который будет производить эти минометные снаряды необходимого калибра. Я напомню, что Румыния строилась база по ремонтированию техники военной, и она продолжает готовиться, насколько я понимаю. Примерно сейчас идет разговор о обучении украинских военных на территорию Украины сейчас. То есть, речь идет о том, где же обучать. Ввести где-то в Британию, допустим, в Польшу или обучать буквально на территории Украины. То есть, речь не идет о том, что это может быть после войны надо будет переучивать или что-то еще речь или прямо сейчас. И речь идет о том, что в Украине могут появиться так или иначе военные разных стран. И это не разговоры просто припугнуть Путина, это разговоры Франции, которые сейчас активно обсуждают как бы стать лидером Европы и перехватив пальму первенства в Германии. Европа и Соединенные Штаты Америки готовятся к долгоиграющей войне. И для них не важно, какой-то маленький городок будет оккупирован или будет освобожден, они глобально решают важную цель. Я тоже хочу обратить внимание ваших слушателей и задать вам, наверное, этот вопрос, подумать, на какой момент мы вдруг решили, что Соединенные Штаты Америки идиоты. Мы достаточно долго с вами обсуждаем, и я с большим удовольствием вчера несколько интервью посмотрел ваше понятие, что думают коллеги в Украине, сейчас что обсуждают. И я смотрю, что многие допускают ошибку о том, что типа Америка не знает, что делать. Ну, типа вот какой-то хаос. Хотелось бы напомнить, что в начале 90-х годов, когда развалился Советский Союз, огромное количество центров аналитических, исследовательских, которые занимались Советским Союзом, переквалифицировались на изучение глобального лидерства. Ну, как быть глобальным лидером. И стратегия, которая была заложена и которая до сих пор остается актуальной, это создание условий, при которых Соединенные Штаты будут оставаться глобальным лидером и дальше. То бишь, стациональная стратегия с начала 90-х годов для Соединенных Штатов Америки создавать условия, при которых не появятся других глобальных лидеров. Абсолютно не появятся. То есть не пытаться построить какой-то другой мир, а главное оставаться глобальным лидером. Если мы видим, что делают разные администрации президента, вмешательство в Иран, роль в Сирии и прочие другие истории, мы видим, что задача понятна. Контроль энергонересурсов, контроль финансовых потоков, контроль торговых потоков. То есть Америка всегда двигалась стратегически. И вдруг почему-то сейчас мы как-то так задумались, что Америка ведет себя крайне нелогично. Вот там Трамп уйдет, Трамп придет и прочее. Но как мы видим, даже с изменением администрации Трампа, их внешняя политика в отношении к России продолжалась, также накладывались санкции, ничего большого не поменялось. К чему хочу подвести мысль и центральный месседж я хотел бы донести. Мое конкретное убеждение сейчас, после общения с рядом с моими американскими коллегами, это речь о том, что у Америки есть стратегия. И подготовка, и работа в этой стратегии, она никуда не ушла в сторону. Америка потихонечку двигается, как мы вначале говорили, какой-то эскалации конфликта или еще что-то. То, что говорят россияне. А я бы сказал, что в Америке есть свои стратегические цели, свое стратегическое видение Китая, который сейчас готовится штурмовать Тайвань. И Америка ничего не делает, чтобы он не смог этого сделать. То есть буквально, знаете, как ловушка. Вот положили сырочек и ждут, когда мышка нападет на этот сын. Потому что, будь бы, хотела бы Штаты, чтобы этого не произошло, там уже бы плавал бы Тихоокеанский флот, стояли бы какие-то самолеты, много техники и все остальное. Такая же стратегия по отношению к России, потому что для нас, вроде бы, кажется, месяц это так долго, а для глобального стратегического видения это очень долго. Это как бы короткие сроки. Единственное, что мы стали частью большой глобальной игры, мы выбариваем свою независимость. И действительно, Россия напал, мы защищаемся, и мы хотим, просим у всего мира, чтобы нам помогли. Но весь мир вокруг видит свои стратегические цели. Европа видит свои цели, почему Германия не бежит нам сильно помогать. Они видят свои цели. Хотя помогает больше всех. Да, но они не вмешиваются в той степени, в которую бы мы хотели. Это тоже задаёшься большим вопросом, а почему так? Ну, почему вдруг Германия, которая является очень близка к нам, которая находится с нами на одном континенте, не Америка какая-то, где-то там, рядом с нами, почему она вдруг не помогает нам в полную мощь? То есть очень осторожно. Никто не задался вопросом, почему вдруг Шольц настолько осторожен? То есть он либо боится зайти в чужую игру, либо он старается быть... Либо у него есть своя игра, да, то есть какая-то своя стратегия. Вот. И тому подобная вещь. К чему веду? Потому что мы давно размышляем о том, что в мире какой-то творится беспредел. Но если мы вдруг начнём менее эмоционально расставлять акценты по каждой из сторон, то мы увидим, что Украина действует в этом случае абсолютно правильно, то есть получая помощь от Запада, апеллируя будопешским меморандумом, отсутствие гарантии безопасности и просьбой о вооружении для того, чтобы отстоять свою территорию. И пускай не в короткой перспективе, но в далёкой перспективе Украина будет отвоёвывать территорию и в любом случае выйдет, пускай может быть не на границе 1991 года, но будет потихоньку отвоёвывать свои территории. Да, может быть не через месяц, не через год, но в любом случае историческая справедливость она всегда восторжествует, потому что эта война, она, знаете, она бессовестная. То есть когда есть, знаете, большие какие-то идеологические истории, это национальные истории, религиозные истории, а это бессовестная война. Ну, Украина в любом случае постепенно будет возвращать свои территории. А что касается глобальной стратегии по России и по Китаю, просто понаблюдайте, что буквально очень любопытно, как вот происходит с Тайванем сейчас, посмотрите, как происходит с Россией, почему-то потихонечку её режут, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть, новыми санкциями, да, окажется, всё вроде должны были все санкции ввести, нет, ещё чуть-чуть давайте возьмём, давайте здесь её ограничим, здесь ограничим, там что-то сделаем. Это сначала казалось, что это какая-то полная глупость. То есть, когда ты смотришь на это со стороны двух с половиной лет войны, или там десятилетия, да, допустим, на это смотрят уже совсем по-другому. В том числе на поведение Байдена Обамы, который почему-то в 2013-2014 году не пошёл на более жёсткую политику для того, чтобы не произошло, там, например, оккупации Крыма и оккупации части Донбасса. Просто если мы ещё посмотрим на этот большой период, десятилетия, мы увидим глобальные процессы, часть которых, конечно же, мы стали. Три уточнения по вышесказанному и потом двинемся дальше. Уточнение первое. Так стратегия меняется или нет? Стратегия поменялась. Давайте так. Стратегия глобально остаётся без изменения. Это ослабление России меняется тактично. Вот так вот скажем, давайте. Всё-таки будет корректно. Что тактически первоначально речь шла о том, что, вероятно, в 2022 год Россия захватит Украину, да, или часть Украины. И это будет постоянно точка, там, уличных боёв, возможно, каких-то партизанских боёв, всё остальное. Украина показала, что она стойка. И в 2022 году захвата Украины за три дня не получилась. А дальше была... После этого происходит то изменение, да, общего вектора в сторону усиления украинской армии, потому что она может нанести стратегическое поражение России буквально на поле боя. Это было 2022, начало 2023 года. Контрнаступление, различные военные операции, потопление разных кораблей и всё остальное. Дальше тактическая ситуация на фронте поменялась. Здесь военные эксперты лучше расскажут. Мы видим политическое о том, что если на фронте уже невозможно сделать, необходимо менять в этом буквально тактику. Для Украины это стратегия, да, то есть если мы не можем продвинуться дальше с солдатом, то давайте глобально менять тактику. Как бы вот, восходить на территорию России, если там не этим добровольческим батальоном российским, да, какой у нас там есть, россиян, простите, вот, то хотя бы ракетами. То для Украины это, ну, там, стратегическое изменение. Для глобальной стратегии поддержки партнёров о том, чтобы ослабить Россию, это изменение тактическое. То есть цель ослабления России, цель перераспределения мировых процессов, но на поле боя и в отдельно взятой стране глобально это тактика. Потому что такие же процессы сейчас по ослаблению России и Китая происходят в Африке, во многих странах, потому что там где-то ресурсы, где-то политика, где-то ещё процессы. Это важный момент. И вот история Тайваня такая же. Отдельно мы можем просто... Подождите, а где... Не-не-не, а где в Африке ослабили Россию и Китай? За последние годы. Идиот большой перераспределил рынка вооружений. Если вы посмотрите на профильную прессу, которая исследует и изучает рынок вооружения, именно рынок вооружения, то есть продажи оружия различного, вы увидите, что глобальные корпорации западного базирования выталкивают, вытесняют российские компании, и в том числе с новыми вооружениями, с новыми контрактами. А здесь много политики, много влияния прессы. Не зря Прибожин когда-то сильно активно занимался Африкой, пытаясь продвигать в том числе российские интересы на этом континенте. Ну и не безуспешно. Ну, до своей кончины, да. Абсолютно. Сейчас, на данный момент... Просто смотрите, здесь идет абсолютно нелогичная история, когда базы сворачиваются, военные западных стран уходят, и, собственно, Африка... Ну, они там переходят в другие какие-то страны, то есть мы понимаем, что идет этот передел, но абсолютно не скажешь, когда там, условно, французы изгнаны из одного-двух государств, которые считали своими. А вы говорите о том, что там, не знаю, потеснили кого-то. Просто обратите внимание, смотрите, давайте мы тогда следующее интервью сделаем, я вам приду с таблицами и официальными заявлениями, вы посмотрите, что когда уходят одни, кто занимает их место. Это вот старая народная фраза, свято-место пусто не бывает, вы увидите, что туда заходят ни российские, ни китайские компании. Это очень любопытно. Потому, если так, что предметно я вам показал историю, связанную именно с переразделом рынка влияния, переразделом влияния на ресурсы и прочее, именно по Африке, то в следующее интервью я к вам приду с таблицами, с цифрами, с названиями компаний, с суммами контрактов, которые публично фигурируют как в западной прессе, так и в прессе англоязычной непосредственно африканцам. Без вопросов, я буквально к вам подготовлюсь показать визуально эту историю. Но речь о том, что это тоже континент, к чему я хотел подвести вас, к тому, что это тоже континент постоянного сопротивления, который находится далеко от нас. Там находится огромное количество конфликтов сейчас, которые поддержаны различными, как модно сейчас говорить, ЧВК, в том числе как и западными, так и про каких-то китайскими, российскими. В общем, огромное количество здесь присутствует стран и организаций, которые ведут борьбу на континенте, который немного отдален от нас, которого мы очень мало знаем. Но если мы на него посмотрим чуть ближе, как говорится, приблизим к объективе, то увидим достаточно много интересов. Ну, что касается компании названий, буквально буду готов вам отчитаться, сделать доклад в нашем следующем интервью. Второе уточнение. Вы говорите, что Украина воюет за независимость. А независимость заключается в том, что ты выбираешь, кому быть должным и на кого ориентироваться, от кого зависеть. Смотрите, в какой-то степени можно допустить, соглашусь с вами, но все-таки уточню. Украина выбрала вектор против России. Украина выбрала вектор евроинтеграции. И Украина выбрала вектор присоединения к НАТО, к системе безопасности, которая могла бы защитить до начала войны, от такой войны, когда война закончится, от повторения. То есть поделиться своим суверенитетом, правильно, да? Смотрите, секундочку. Речь о суверенитете, принятии решений. Это мы пойдем тогда сейчас в дискуссию, насколько в Европейском Союзе члены Европейского Союза деликируют часть своего суверенитета каким-то еврокомиссарам, которым в дальнейшем принимают решения. Такая система союза. Принципа, мы могли бы говорить о других различных союзах, которые присутствуют, но это политический союз, в первую очередь, действительно члены Европейского Союза деликируют часть своего суверенитета в общие европейские инстанции. И хотя потом, что очень любопытно и то, что важно, может собрать его обратно. Например, предведем пример Польшу, которая сказала, что ее конституция и ее закон имеют выше силу, нежели решение Европейского Союза как некого политического объединения и платит штрафы по поводу, например, темы абортов и занимает свою позицию и дальше, и не меняет ее. Потому забрать и дать в этом сообществе можно. Это не Советский Союз, где ты, если хочешь что-то забрать, тебе потом в Прагу прилетают там. Это важный момент. Значит, это стратегический выбор Украины по поводу того, чтобы не находиться в общем политическом, идеологическом, экономическом, тем более в военном поле вместе с Российской Федерацией. И если мы говорим о том, что это война за независимость, а я буквально говорю, что это война за независимость, то она ведется для того, чтобы украинское государство продолжило свое существование, чтобы украинское государство продолжило свое развитие, свое восстановление. И мы прошли только небольшое количество, 30 с небольшим лет своего восстановления, впереди длительная история украинской государственности. Соответственно, да, это война за независимость. Если мы говорим о том, что мы будем должны деньги кому-то, вооружение, еще что-то, и этим часто бравируют, я видел российские публикации, они нам загидывают эту историю, что вот вы типа воюете с нами, вы будете должны запад. Хотелось бы напомнить, что Советский Союз, который очень часто ратуют эти люди, был должен Западу очень большое количество средств, потому что именно этот Запад по ленд-лизу и после активно помогал Советскому Союзу. Поэтому да, это кредиты, это финансы и прочее, но у многих из нас, я уверен, у зрителей, есть какие-то потребительские кредиты, например, на квартиру, может быть, на машину, может быть, на телефон или на что-то, но это не значит, что вы принадлежите банку, правильно? А если вы принадлежите банку, то как это, и что это, собственно, вы должны деньги, да? Ну, все, вы в любой момент можете сказать, я больше не могу их выплачивать, хотите, заберите этот телефон в сторону. Ну, типа, все, не могу, ну, вот так вот. Конечно же, это вопрос договоренности, это вопрос реструктуризации кредитов, это вопрос выплаты кредитов, инвестирования, все остальное, но мы знаем огромнейшие примеры, когда эти кредиты списывались. Это важно. И мне, насколько я понимаю, неизвестна, наверное, ни одна страна, которая никому ничего не должна. Вот я даже могу по поводу Северной Кореи даже задумываюсь, но я и так думаю, что там очень тесные, в том числе, кредитные взаимоотношения с Китаем, из России. Назовите мне хоть одну страну, которая никому ничего не должна. Ну, вот такая жизнь, это финансовый мир. Да, и третье уточнение по вышесказанному, тоже принципиально важное. Удары, ну, вы так, тоже очень интересно, да? Ну, интересно смотрите на происходящее под разными, как это, масштабами, да? То у вас линза с диоптриями меньше, то больше. Держичка. Ну, вот это вот, понимаете, где-то мы глобальнее, где-то ближе. Вы так сначала сказали, что удары по военным объектам, но сразу же заход в экономическую историю с ударами по НПЗ, но уже ракетами. Мы понимаем, что если там летели беспилотники, это как бы быстро ремонтируется в основном, да? То есть там нет такого, что... Это, конечно, сенсационно звучит, вот завод остановил работу. Но мы понимаем, что если прилетит не беспилотник, а ракета, то завод надо будет строить где-нибудь там в другом месте, ну, условно. Заново, фактически заново. Это длинная история. То есть мы... Я понимаю, почему вы делаете акцент на этом. Но тогда выбор для противника, для оккупанта будет стоять в, ну, скажем так, отдалении границы пуска этих ракет. То есть это как бы приглашение занимать больше территории и продвигаться дальше вглубь Украины. Вот как-то так получается? Не такая, смотрите, не такая большая... Сколько там эти... Давайте просто подамы на цифрах. Сколько там у Тауруса... Простите, мне самому интересно Таурус. Пятьсот. Пятьсот, да? Ну, это примерно, ну, вот, получается, под Днепру нужно заходить и отдалять вот эти удары. Ну, примерно. Пять метров, да, до пятиста километров. Ну, пускай. В чем тогда ваш вопрос, скажите мне, пожалуйста. То, что это Россия будет продолжать двигаться в сторону оккупации, так же, как она двигается сейчас. К Днепру, да. Так же, как она двигается сейчас. А мы не знаем, так же или не так же, когда будут применены вот эти ракеты. Ну, западные. Буквально, смотрите, Россия сейчас двигается в сторону Харькова, в сторону Днепра, в сторону Николаева, Запорожья. Ну, буквально, если наблюдать за картой военных действий, за которую мы наблюдаем, наверное, как за прогнозом погоды в последнее время, постоянно. То есть, она и так туда двигается. Ну, то есть, вопрос о том, будет ли Россия двигаться в сторону Днепра быстрее или медленнее, или вдруг что-то, зависит исключительно от том, как снабжают украинские армии. Как новобранцами, так и технологиями. Насколько я помню, сегодня было заявление министра Умерова, который заявил о том, что ситуация с новобранцами улучшилась. Там очень интересное заявление. Они втроем беседовали, ну, втроем имеется в виду Остин, Сырский и Умеров. И Сырский рассказал о том, что сказал Умеров, Остину. Ну, я такое просто первый раз вижу, что вот это вот... Ну, я же говорю, что если правильно я процентировал, было сказано. Марьяна Безуглая тоже уже поражается, что они как бы одинаковые с лица, всегда ходят вместе, Умеров и Сырский. И вот мы видим... Ну, это такой интересный момент. Ну, он исключительно такой аппаратный, наверное. Ну, почему? Стратегически может быть очень интересно. Почему? Мы же заговорили о том, что у нас был главком, который достаточно сильно мог влиять на внутреннюю политику, если бы захотел. Но вот у нас появился единый блок министерства и Генштадта. Это тоже, знаете ли, политическая и военная направленность очень любопытная. То есть это можно отдельно про внутреннюю политику. Действительно, отчасти аппарат, но отчасти буквально политического. Я к чему? Потому что Россия так двигается. Ну, буквально двигается. Можно дискутировать, что мы не знаем, какие же на самом деле цели Российской Федерации, но любой ребенок, который когда-то работал или учился в школе и пользовался контурной картой, может нарисовать вектор движения. Они что-то двигаются. Не просто толкаются, но как бы на одном месте. Не двигаются. Соответственно, и хоть тушкой, и хоть тельцем пытаются туда добраться. Соответственно, какая уж, собственно, разница. Будем ли мы обстреливать или не будем мы обстреливать, они все равно будут двигаться в эту сторону. Соответственно, вопрос сам по себе решается и отпадает. Россия и так двигается, значит, это не тема, которая нас устанавливает для того, чтобы бить по территории России. И вы правильно подчеркнули, что все-таки линзы, они бывают разные. Это важный момент. Что такое НПВ, в котором, например, хранится какая-то недопустимая, которая должна быть куда-то отправлена. Тут она для Китая, для Индии или, может быть, для Муштарной. Это уже разбираться будет. А цели, что мы уже знаем, и то, что достаточно много говорила пресса, помогают нам определять, конечно же, наши западные коллеги, которые имеют спутники и все остальное. Мы, соответственно, вернемся к тому, что я сказал. Потому что экономика, финансы и деньги от войны уходят недалеко. Ну, тогда, получается, в логике... Вот давайте переместимся в логику от логики... Ну, хоть бы вы раскритиковали слово эскалация. От эскалации где эскалация? Лавров заявил о том, что Россия за мир, а не перемирие в Украине. Вспомнил китайский план, китайскую конференцию. В принципе, понятно, ну, как бы ситуация понятна, что нужно решить вопрос, а не заморозить, чтобы кто-то чего-то там перегруппировался, и, собственно, потом это все началось. Это такое примечательное заявление. То же самое, что говорит обычно Украина. Заметьте, очень зеркальное такое высказывание. Обычно президент говорит о том, что нельзя давать России перемирие, потому что она может технику подвести ближе, а потом, значит, соответственно, сразу наступать. Зеркальное заявление. Вот я хочу на это обратить ваше внимание, что это целиком, полностью, да, зеркальное заявление. Ну, это тоже о чем-то говорит. Ну, вот смотрите, то есть получается, что, ну, условно, что тогда должно заставить садиться и договариваться о решении вопроса, то есть о мире, получается, что это только там ракета по рембазе в Румынии или там по какому-нибудь, там, не знаю, какой-то стране НАТО, которая где-то чего-то готовит на отправку в Украину. Так? Александр, я даже принципиально не готов обсуждать тема мира, потому что это как вот тема, если все помните, мы с вами несколько, я в подрях, наверное, года-полтора, вы меня спрашивали, будут ли выборы. Я вам говорил, выборов и будут. Хотя большинство ваших гостей, моих уважаемых коллег говорили о том, что выборы вот-вот ты. И, собственно, чушь только эксперты, известная пресса в Украине публиковала о том, что выборы вот уже чуть ли не завтра объявлены. Это первое, да, почему. И вот, так сказать, было бессмысленно обсуждать, я пытался доказать, все-таки иногда мы спорили, но в итоге мы пришли к тому, что сейчас эта тема не актуальна. И я бы хотел бы сейчас по теме мира занять такую же позицию. Ни о каком мире в ближайшее время, ни о каком мирном договоренности, мирном соглашении речи быть сейчас не может. Не из-за того, что, так, Дима Районского, или там кто-то, какая-то страна хочет или не хочет. Ни одна из действующих стран сейчас, на политическом руководящем уровне, я не говорю про людей, которые, конечно, страдают и хотят мира. Здесь я всегда говорю, все-таки, как политолог, говорю не в целом об обществе, я говорю сейчас как о политических игроках, акторах. То все сейчас понимают, что война будет длиться долго. Никто бы не строил в Техасе, простите, если не ошибаюсь, со штатом, завод по производству минометных сарядов, если бы война планировалась до окончания, допустим, в этом году. Это важный момент. Потому что построить завод, загрузить его заказами именно для Украины, чтобы оттуда отшли снаряды, это как бы длительный процесс. Российская сторона не заинтересована, мое видение сейчас, заявление, не заинтересована в каких-либо мирных договоренностях. Это важный момент. Россия видит по своей активности, и я давать так, что значит Россия видит? По всем публикациям в медиа, которые имеют источники около российской власти или российской власти, говорят о том, и разведки говорят о том, что российское руководство видит возможность продолжать войну и видит очень главную историю сохранения своего режима внутри страны за счет присутствия длительной войны. Длительные войны Советский Союз умел вести, плохо, но умел. Это, например, Абденистан. Вот Россия как страна уже давно втянута в сирийский конфликт, в сирийскую войну. И война в Донбассе тоже длится на сегодняшний день десятилетие. То есть введение длительных войн и объединение вокруг этого ресурсов, мобилизация людей, мобилизация туда техники и все остальное, мобилизация экономики, они этим делать умеют и к этому подходят. Есть несколько замечаний моих российских коллег-политологов, прости господи, назвать их коллегами, но все равно, которые говорят, что финансы тоже не бесконечны, и непонятно, что будет дальше с финансовым планированием, будут ли деньги на такую длительную кампанию с такими затратами. Но мы пока не знаем реальную ситуацию насчет этого, потому что ставим эту тему по поводу, насколько у России хватит ресурсов продолжить длительную войну, как бы с знаком вопроса. Потому что россияне, Советский Союз до того, очень часто был в войне, даже если они были экономически невыгодными, и надо было их заканчивать, потому что это могло бы привести к краху, например, Афганистан, но все равно продолжали находиться там и продолжали этим заниматься. Это что касается России. Что касается Украины, присутствуют два фактора. Можно о них спорить, можно о них не спорить, но остаются два фактора. Первый фактор остановиться сейчас и сказать, что мы отдаем часть территории вместе с людьми и все остальное, является полнейшей губой. И геополитической, и нашей национальной, это фактически капитуляция. Давайте так, это признание поражения, потеря территории, и дальше попытка как-то договориться с обществом, что мы, собственно, давайте договоримся, там, типа, что вот тут там когда-нибудь через сто лет это будет закончиться большим внутренним катаклизмом. Я напомню, был очень неприятный, мерзкий дядь, по фамилии Гитлер, который, когда это осталось в хронике, в пабах в Мюнхене, уступал перед своими соотечественниками, тоже военными солдатами, о том с одним главным вопросом. Где мы проиграли войну? И это его речи очень интересная, потому что он говорил, вы знаете, где мы проиграли войну? Чтобы на берегах Амрии проиграли войну? Или когда мы гнали французов чуть ли там не до Парижа, например, проиграли войну? Нет, мы проиграли ее в Берлине, как говорило. На этом цитата этого мерзкого человека заканчивается. Но, собственно, суть примерно, я объясняю почему. То есть для Украины война стала очень таким экзистенциальным и очень важным моментом, потому что и без войны мы теперь всегда очень сложно представляем, как будет дальше. Потому что в одно дело это выиграть войну, в другое дело это проиграть войну. Это совсем другая история. Политически, я бы сказал, без названия фамилии, очень многие заинтересованы в продолжении войны. И я бы привел такой пример. Давид, чем мне попался цитата политтехнолога Владимира Петрова, который то ли интервьюировал, то ли давал интервью посячоке, он говорит в этой статье, что я заинтересован в продолжении войны. Это буквально прямая цитата, ее можно найти в интернате. И это меня очень поразит. То есть, соответственно, мысль о том, что для кого-то война может продолжаться, остается актуальной. Мне кажется, дополнительно каких-то комментариев про это не требуется. Соединенные Штаты, мы об этом начинали говорить, о том, что стратегия присутствует, и видение этой стратегии, может быть, нам до конца непонятно, но в прошлые 30 лет Соединенные Штаты двигались в этой стратегии, делали все, чтобы оставаться глобальным лидером. У них это получалось. Европейский Союз единственная, кто сейчас находится в состоянии принятия каких-то новых стратегий или нет, то есть они находятся в дискуссии по поводу будущего европейского объединения. Китай, большой игрок, против ядерных ударов, потому что это может спровоцировать ядерную войну между Пакистаном и Ильей, в которых по обоих есть ядерное оружие. Но при этом заинтересован в том, чтобы война в Европе продолжалась, потому что вектор внимания полностью сгибнут на территорию Украины, соответственно, Китай тихо, спокойно готовится к штурму Тайваня, проводит учения, строит макеты правительственного квартала Тайваня в полный размер, переоборудовывает гражданские суда, которые можно использовать для штурма, десанта. И я хочу просто подвести к ключевому вопросу, возможно, я чуть-чуть не вижу, где в этом все конструкции хоть кто-то заинтересован в мире, кроме обычных людей, которые страдают от обстрелов, мобилизации и всего остального. Здесь важно понять, что может быть еще и в Европе в какой-то момент случится мобилизация, если действительно Польша и какие-то прибалтийские страны начнут отправлять своих военных в Украину. И это тоже возможная история, что начнут сначала призрывать резервистов, потом ограниченная мобилизация. Ну, это мы уже все проходили, мы уже все знаем.